Ой-ка по степень векам, ой-ка тут крутым бежит. Народные песни, воздушные шары и приподнятое настроение. Пуск газа в поселке Солоняки стал настоящим праздником для местных жителей. И это несмотря на ненастную погоду и проливной дождь. Это радость, это счастье, это новая жизнь, правда. Местные жители не скрывают эмоции. Этот день войдет в историю солоняков, говорят селяне. Обогрев дровами, соляркой и сплит-системами остался в прошлом. Настоящие – это более 14 километров газопровода, который обеспечил голубым топливом поселки Солоняки и Мирный. Анатолий Пахомов вместе с главой района и депутатами зажигает символический факел. Газ запущен. Жители уже могут подключаться к долгожданному источнику тепла и уюта. Вместе с администрацией города, с депутатским корпусом депутатов городского собрания и с депутатами законодательного собрания Красноярского края, тоже кем я являюсь, мы этот проект в течение пяти лет реализовали, который лежал на Полкино на более 20 лет. На сегодняшний день подали заявки 140 человек, получили из них технические условия уже 40. На сегодняшний день 10 где-то мы сегодня можем подключать. Я думаю, что теперь вам точно уже не нужен электрический чайник, поэтому мы вам дарим обычный. Подарок от главы города семье Чайлян. Они одни из первых в Солоняках подключились к газу. Чем только они отапливались, и углем, и дровами, и соляркой, я буду быстро готовить кушать. Ну и будет очень тепло, когда хотим, тогда и греемся. Гостеприимная хозяйка угощает гостей горячим чаем за столом. Разговор о дальнейших планах по газификации Лазаревского района. Надеюсь, что теперь все до единого дома Солоняков подключатся к газу и тем самым улучшат и свою жизнь. И, конечно, создадут более благоприятные условия для наших гостей, которых будет немало уже в сезон 2017 года летом. Это дело очень нужное для нашего города, и мы очень гордимся тем, что в 2009 году, когда я пришел, было 56% газификации Большого Сочи, а сегодня у нас уже за 90%. Например, в Адлерском районе из почти 8 тысяч частных домов, к которым подведем новый газопровод, уже подключились более тысячи абонентов. Еще более 5,5 тысяч получили техусловия. Ну а местные власти и депутаты сделали все возможное, чтобы максимально упростить процедуру подключения к сетям. Сейчас в разработке проекты газификации Севера Лазаревки, Аше, Совет Кваджа и Медово-Щели. На очереди и Богушевка в Хостинском районе. Деньги на эти цели будут заложены в бюджете следующего года. А это значит, что уют и тепло придет в дома еще нескольких тысяч сочинцев. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.